Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема. Я прославил тебя на земле. Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа, часть 1. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 5 стихи. Прощайная беседа Господа Иисуса Христа с учениками завершается замечательным богословским фрагментом, который известен в библейской науке под названием «Первосвященническая молитва», потому что Господь Иисус Христос обращается уже не к своим ученикам-апостолам, а обращается к Небесному Отцу. Однако, будучи сам Сыном Божиим, равным Богу, он не столько молится Отцу, сколько беседует с Отцом. Поэтому, по мысли святителя Иоанна Златоуста, более уместно называть эту речь Господа не первосвященническая молитва, а общение Сына с Отцом. Это общение Сына с Отцом состоит из трех частей. Во первой части Господь просит Отца, дабы Тот прославил Его Сына, и Сын прославит Отца. Во второй части Господь Иисус Христос ходатайствует, дабы Отец Небесный сохранил учеников-апостолов. И, наконец, в третьей части Господь просит о том, чтобы Отец осветил учеников. Начинается первосвященническая молитва с началом 17 главы Евангелия от Иоанна. Первый стих. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. После сих слов, после слов, которые сказал Христос апостолам, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И вот далее здесь Христос, обращаясь к Отцу, говорит о своей победе над этим миром, над падшим миром и над князем этого падшего мира, дьяволом. Победе, которая заключается в том, что он себя добровольно предает на распятие, восходит на крест и то, что он воскреснет. Поэтому он и говорит, Отче, пришел час. По-гречески стоит термин «ора». Термин, который в древнегреческой литературе мог означать установленное время или надлежащее время. Например, гамон «ора» — это время, надлежащее для вступления человека в брак. Когда переводчики септуагинты переводили древнееврейский термин «цет», означающий время вечернего жертвоприношения, они использовали термин «ора». Поэтому «ора» — это еще и время для жертвы в религиозном контексте иудейской эпохи. Поэтому Господь Иисус Христос, возведя очи на небо, а это естественное движение для молитвы, он, обращаясь к Отцу, говорит, «Отче, пришел час, пришло установленное тобою время». «Прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя». Стоит греческий глагол «локсаазо» — «прославлять», и соответственно ему существительное будет звучать как «локса» — «слава». И вот в религиозном контексте, опять же в связи с употреблением этого термина в греческом переводе Ветхого Завета в Септуагинте, этот термин, как глагол, так и существительное, означают не людское прославление, не людскую молву, не людскую славу, как в современном русском языке, а означают способность к действию, способность произвести что-то великое, значимое, полезное для окружающих, или, если действует Бог, то и для всего мира. Господь восходит на крест. С точки зрения окружающих людей это будет наиболее позорный момент его служения, но это будет наиболее славный момент, потому что, умирая за грехи мира, он спасает и скупает падший мир. И вот Господь Иисус Христос, будучи Богом по природе, будучи Сыном Божиим, равным Отцу, взойдет на крест по своей человеческой природе, как человек, и поэтому, конечно, Он просит укрепления от Отца Небесного в этом деле спасения, дабы Отец Его не оставил, а Отец, как мы с вами знаем, из Его предыдущих речей, Его не оставят, ибо Отец и Сын едины по Божеству. Отец Его не оставит. Отец дарует Ему после распятия воскресенье, ибо в Нем, в Сыне, как и в Отце, источник жизни. Не может смерть победить источник жизни. Не может смерть, которая и следствие греха, возьметь власть над тем, кто абсолютно безгрешен. И поэтому через это единение Отца и Сына, Отец прославит Сына через воскресенье, но тем самым и Сын прославит Отца, ибо Сын учил людей об Отце. Второй стих. Так как ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Христос указывает, что будучи Сыном Божиим, равным Богу, Он вместе с Богом имеет власть над всем существующим, над всякой плотью. Стоит греческий термин «эксусия», который указывает на власть в смысле возможности действия, способности действия. И тем самым подчеркивается, что источник Божества в Отце. И Отец, который рождает Сына в вечности, еще до сотворения мира, вместе с Сыном и через Сына творит мир, также Отец вместе с Сыном имеет власть над всем существующим. Однако далеко не все пожелали принять весть Сына об Отце. Поэтому только те, кто приняли эту весть Сына, это есть те, кого Отец дал Сыну. Именно эти уверовавшие Сына и будут иметь результат славы, результат Восшественного Креста, а именно жизнь вечную. То, что в данном втором стихе речь идет именно о верующих людях, а в более узком смысле об апостолах Христовых, будет ясно из последующих стихов данной главы. Третий стих. «Сия же ей жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Господь Иисус Христос уточняет, в чем заключается та самая жизнь вечная, которую верующие получат как результат прославления Сына через Отца и Отца через Сына. Жизнь вечная – это знать единого истинного Бога. Стоит греческий глагол «геноско» – знать в смысле познавать на практике, познавать на опыте. И получается, что жизнь будущего века – это жизнь, которая предполагает познание Бога. Когда мы подбираем, например, кого-то из сотрудников, мы ищем людей, которых мы знаем, с которыми мы общались. Это не означает, что мы хорошо знаем их мировоззрение, а если эти сотрудники должны быть квалифицированными, например, преподаватели, и у них есть публикации, это не означает, что мы прочитали все их произведения. Но это значит, что пригласив их на собеседование, мы с ними пообщались, поговорили, а если знали их и до сего момента, значит, мы могли видеть, как эти люди действуют в разных ситуациях, общаться с ними, получать знания на опыте. Вот это и означает глагол «геноско». Поэтому предполагается не только интеллектуальное знание о Боге, но именно познание Бога путем общения с Ним. Однако познание Бога, который говорит о себе в определенных, в том числе, и интеллектуальных формулировках, ибо истина выражается в словах. Христос подчеркивает «да знаю тебя, единого, истинного Бога». Единого для того, чтобы подчеркнуть, что языческие культы, языческие мифологии изначально ложные. Истинно учение о едином Боге, вездесущем, всемогущем, который не зависит от своего творения, но сам в себе имеет источник бытия самодостаточен. Поэтому Христос и говорит «единого истинного Бога». То есть для того, чтобы правильно к Богу обратиться, уже нужно что-то о нем знать, некую истину, и знать как раз то, что доносит до нас посланный им Христос Иисус из Назарета. Четвертый стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Поскольку предыдущий стих завершается тем, что жизнь вечна и не только познание Бога, но и познание Господа и Иисуса Христа, то в этом четвертом стихе Христос подчеркивает «Он есть посланник Отца и прославляет Отца на земле тем, что исполняет его отеческое поручение». Очень интересно посмотреть греческий текст. «Я тебя прославил на земле, дело завершив то, которое ты мне дал, чтобы я сотворил». И вот здесь стоит греческий глагол «телео». Глагол «телео» очень интересный, потому что он указывает на процесс выполнения чего-либо и, соответственно, на завершение этого процесса. Отсюда очень важный греческий термин, существительное «телос», то есть и сам процесс, и результат завершения, совершение. Очень часто этот глагол предполагал исполнение некой другой воли, то есть выполнение чего-либо. Поэтому Христосу указывает, «Я не только исполняю твою волю, я совершаю то дело, которое ты мне получил, поручил, дело спасения рода человеческого через распятие, через крестную смерть, но я его не только совершаю, я его целиком выполняю, я его завершаю». То есть, конечно же, в этом выражении Господь указывает на полноту его действий по спасению человеческого рода. Пятый стих. «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Какую же славу имел Господь Иисус Христос? Именно славу Божию, потому что Он есть Сын Божий, Он есть, выражаясь в формулировках догматического богословия 4 века отцов-кападдакийцев, Он есть вторая ипостась Святой Троицы, Отец, первая ипостась, Отец и Сын, едины в божественной природе. И, конечно же, еще до сотворения мира они уже были по божеству всемогущими, вездесущими, абсолютными, но они двое есть единый Бог. Как и третья ипостась Дух Святый, вместе с ними двумя, составляет единого Бога, Святую Троицу. Поэтому, конечно же, еще до сотворения мира и у Отца, и у Сына, и у Святаго Духа была слава, в смысле могущества, возможности, в том числе и сотворить мир. Как выражается преподобный Андамаскин, Бог по преизбытку благости, по преизбытку добра творит мир, для того, чтобы творение могло приобщиться его благости, его добру. Поэтому получается, что у Слова Божия, Сына Божия, эта слава абсолютного Бога была еще до того момента, как мир был сотворен. Но вот мир сотворен. Мир отпал от Бога из-за того, что человек ослушался Бога. И вторая ипостась Святой Троицы Сын Божий, Слово Божие воплощается, то есть вы ипостазирует в себя человеческую природу, Бог становится человеком, но в единой личности. Так что апостолы общались не с какой-то человеческой оболочкой, нет, они общались с личностью Сына Божия, воплотившейся. И вот эта личность, которая проявлялась в себе во время общественного служения иногда по человеческой природе, ибо мы с вами помним, что Господь Иисус Христос очень огорчился, когда умер Лазарь. У него были другие, то, что называется в богословии безгрешные страсти, или присуще человеческой природе ограничения. Например, он мог пожелать есть, он взалкал, когда он находился 40 дней в пустыне и так далее. Но в ряде случаев он действовал по своей божественной природе именно чудеса исцеления, воскрешения, в том числе и воскрешения Лазаря. И вот сейчас он как человек взойдет на крест, но как Сына Божий он воскреснет. И, конечно же, проявится воскресение именно та слава, которую он имел прежде сотворения мира. И вот, сказав об этом Небесному Отцу, общаясь с ним, он, Христос, готовит учеников к тому, что им предстоит увидеть его распятие. Но будет готовить их не только так. В следующих частях первосвященческой молитвы Господь Иисус Христос просит у Отца, дабы Отец и сохранил учеников, и осветил их, ибо то, что делает Господь на кресте, принесет результат всему человеческому роду. Но проповедниками не только его Слова, но и вести о его воскресении будут конкретно его ученики апостолы, относительно которых Господь и просит во следующих частях первосвященнической молитвы. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok